С 26 декабря казахстанцам начнут выдавать открепительные удостоверения для голосования на выборах не по месту регистрации. Для этого нужно написать заявление в избирательную комиссию по месту пребывания и предъявить удостоверение личности. И сегодня же в ЦИКе подтвердили и утвердили регламент участников предвыборных теледебатов. От политической партии АДАЛ выступит член полицовета Эльдар Жумагазеев, а также председатель партии Азад Перуашев, от Народной демократической патриотической партии АУЛ Али Бектаев, от Народной партии Казахстана Айкин Кунуров и от партии Нуратан первый заместитель председателя Боржан Байбек. Агитация в регионах продолжается. Агитация в регионах продолжается. Жилые комплексы, чтобы они сдавались со школами, с детскими садами. Вот таким образом можно как-то решить проблему переполненности наших учебных заведений. А партия АКЖОЛ предвыборную агитацию провела в медицинском центре Шимкента. Кандидаты в депутаты, городские маслехаты и мажорист парламента рассказали избирателям, как планируют поднять благосостояние народа. И акцентировали внимание на то, что партия пополняется новыми участниками. По городу Шимкент, если в начале года у нас было 4 тысячи членов партии, но в настоящий момент нас уже 23 тысячи. И очень не стихают активисты, которые приходят к нам вступать в наши ряды. По Казахстану около полумиллиона. Представители патриотической партии АОЛ встретились с мастерами рукоделия города Нур-Султан и решали, как помочь репатриантам. Большая часть из них – наши соотечественники, вернувшиеся в период независимости в Казахстан. Большинство прибывших в Казахстан к Хандастар – это социально уязвимые группы, которые не имеют имущества, нуждаются в поддержке. Нужно упростить процедуру получения гражданства, убрать требования по сроку временного пребывания в стране. Республиканский предвыборный штаб партии Нур-Султан провел десятки встреч в Шимкенте. Помимо повышения качества медицинских и социальных услуг, обсуждали необходимость строительства новых жилых и соцобъектов, в том числе в присоединенных районах. В ближайшие пять лет в Шимкенте в рамках предвыборной программы партии Нур-Султан планируется построить 42 школы и 22 медицинских учреждения. Более 600 тысяч жителей окраин обещают обеспечить питьевой водой, природным газом и электроэнергией. Также построить жилье и вручить квартиры социально нуждающимся гражданам. А кандидаты от партии АДАЛ провели ряд встреч с гражданами в Павлодарской области. Беседы проходили прямо на улице и в торговых объектах. Сельчане сетовали на нехватку лекарств и подбищных земель. В городе Аксу жители подняли вопросы повышения качества образования в помощи профориентационной работе. Представители партии побывали в селе Коктубе, в Алматинской и Жамбылской областях и в городе Шимкент.